Здравствуйте! Новости 24 на ННТ. О событиях четверга расскажут мои коллеги и я, Махач Курбанов. Короткий анонс. В Махачкале планируется заасфальтировать десятки дорог. О качестве и безопасности движения говорили на Всероссийской конференции, прошедшей в Махачкале. Национальная библиотека имени Расула Гамзатова собрала всех книголюбов на шестой книжной ярмарке Таркитау. В столице Дагестана до конца года отремонтируют почти 70 улиц. Всероссийская конференция «Безопасные и качественные дороги» прошла в Махачкале. Подробнее в следующем сюжете. Использование 3D-нивелирования с применением лазерного оборудования, передовые технологии и сжатые сроки. В республике на территории Махачкалинской агломерации идет ремонт 68 улиц и двух подъездных дорог. Общая протяженность более 70 километров. 34 улицы уже сданы. К концу года будут завершены еще 18. Отремонтированы десятки улиц в городе Махачкале. Завершается ремонт автомобильной дороги от аэропорта до Махачкалы. Это совершенно современная четырехполосная автомагистраль, выполненная с высоким, даже с высочайшим качеством. Об этом говорят и пользователи автодороги. Наши коллеги-дорожники видят, что сегодня дагестанские дорожники умеют работать. Специалисты отметили, что перед ними стоит важная задача – устранить перегрузку дорожной сети. Необходимо проложить новый асфальт к пяти райцентрам и соединить их со столицей Дагестана. Рамазан Абдулатипов призвал к обеспечению безопасности движения на участках дорог с высокой концентрацией ДТП, а также озвучил идею открытия авара Кахетинского пути. Сейчас в ходе данных поручений надо все эти вещи прослеживать и выступать головами, заградательными инициативами, поправками и, в частности, защитить даже транспортные дороги. Руководитель агентства по дорожному хозяйству упомянул, что ДАК «Автодор» обслуживает свыше 30 тысяч километров автомобильных дорог и более 1200 мостов. Он высоко оценил амбициозность дагестанцев, молодых специалистов-новаторов, которые трудились над строительством взлетно-посадочной полосы аэропорта. В завершении встречи состоялась торжественная церемония награждения отличившихся работников дорожного строительства почетными званиями и именными грамотами от главы Дагестана. Ларьяна Шемхалаева, Мурат Бекбарс, телеканал ННТ «Махачкала». Национальная библиотека имени Расула Гамзатова стала центром притяжения для всех книголюбов и издателей. Там сегодня начала свою работу шестая книжная ярмарка «Таркитау». Выставка собрала писателей и издателей со всего юга страны. Также ярмарку посетил и глава республики Рамазан Абдулатипов. Побывал на ней наш корреспондент Зумруд Гамидова. Ярмарка проходит с 2012 года, однако такого размаха не было давно. Гостей ждали презентации издательств и книг, круглые столы, встречи с известными писателями и выставки картин. По мнению Рамазана Абдулатипова, выставка занимает важное место в череде событий региона. Глава республики подчеркнул, что мероприятие стало в Дагестане доброй традицией, которую необходимо поддерживать. Мы люди воспитаны на хорошей литературе. И если мы состоялись, как дагестанцы, как граждане России, как патриоты своей страны, во многом истоки исходят, конечно, от родителей, от рода. Но вместе с тем к оброгу мы приобщаемся благодаря литературе. Ежегодно ярмарка расширяет географию участников. Так, в этом году ярмарку можно назвать действительно международной. В республику приехали гости из шести стран. Свои книжные новинки представили лучшие издательские дома Казахстана, Армении, Белоруссии, Сербии и других стран. Это очень значимое культурное событие. Важно отметить, что наше издательство специализируется на детской литературе. В Дагестане мы впервые, но планируем наладить тесное сотрудничество с республикой для дальнейшего продвижения книг. Главная цель ярмарки – изменить в лучшую сторону ситуацию в системе образования и воспитания подрастающего поколения. Кроме того, по словам организаторов, ярмарка поможет многим молодым людям проявить свои способности. Эта ярмарка получила широкий размах. Я думаю, что это хорошее начинание, что, скорее всего, это будет поддержано каждый год. И уже шестая ярмарка. И думаю, что уже присутствие главы всего правительственного состава, и то, что у нас эти дни совпало с Днем города, и все, вот этот праздник, я думаю, что можно сказать, что он получился. Ярмарка продлится до 24 сентября. Гостей форума ждут встречи с писателями, переводчиками, деятелями искусств, кинопоказы, фотовыставки и другие мероприятия. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Видео с дагестанскими детьми вызвало широкий резонанс среди пользователей Инстаграм. В ролике ребята пятилетнего возраста в специальных перчатках боксируют друг с другом. Взрослые выступают в качестве судей и зрителей. Носит ли эта сцена воспитательный характер или все же наносит увечья физическому и психологическому здоровью детей, выяснял Гамзат Нурмагомедов. В Гонду время пошло, бой начался, все как в профессиональном боксе, только без ринга, и проходит он на улице в дагестанском селе Зубутли-Мятле. На видео дети пяти-шестилетнего возраста без специальной экипировки бьют друг друга по голове. Один, второй, третий удар, ребенок падает на землю. Взрослый человек, который выступает в качестве судей, приходится ребятам, родным дядей. После легкого нокдауна он считает до пяти и призывает ребенка к длительности и внимательности. Бой продолжается. Дети наносят встречные удары, так что у них откидываются головы. На видео видно, как один из спаррингующихся измотан и просит передышки. Подобные бои, но уже в формате ММА, что еще опаснее в плане нанесения травм, однажды проходили в грозном Нахмат-арене. Юные участники, как и предполагает жанр состязаний, сражаются с недельской жестокостью. Сразу после боев, показательных, как затем выразился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, легендарный бой смешанных единоборств Федор Емельяненко раскритиковал подобные увлечения. Поединки проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, что не подходит для детей. Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА. То, что происходило вчера на турнире в Грозном, недопустимо, а тем более это нельзя оправдывать. Я смотрю в Дагестане особенно, детей как бы заставляют между собой, как бы, перчатки одевают, драться. Вот эти моменты, это очень неправильно, потому что ребенок может получить внутри черепной, как бы, да, вот, травму, не зная уже родителей, он будет так же расти. И потом уже в переходном возрасте, там, или еще позже, уже может возникнуть проблему. Российская Федерация смешанных боевых искусств назвала детские бои без правил неприемлемыми. Однако тренировать детей и устраивать подобные спарики, как в случае с дагестанскими детьми, психологи считают допустимым. Но только при соблюдении всех правил безопасности. Другое дело, если это снимают на видео и выкладывают в интернет. Если это неподготовленные бойцы, и они вцепились, то один из ребят может проиграть, и он может заплакать. А заплакать при всех, мальчик при всех заплакал, для него это травма. Плюс еще над ним могут посмеяться обычные ребята и сказать, что ты слабак, это вторая травма. Плюс еще он придет домой, и там родители скажут, ты что, это проиграл бой, это третья травма. А если это еще снимут на видео и распространять, там вообще травма большая, потому что это же позор такой распространяется. Поэтому в целом, если этот ролик, значит, не распространять или распространять грамотно, с объяснениями, он не вызовет такую волну. Если же так, как сейчас это происходит, безусловно, вызывает общую фоновую агрессию. Пользователи соцсетей разошлись во мнениях относительно подобных спаррингов. Одни поддерживают такое, а другие выступают против. Для пацанов это куда лучше, чем балеты, танцы. Мои без перчаток дерутся так целый день, и ничего. Воспитывают боевиков, учат жестокости и дракам с раннего детства. Мы покажем сейчас видеоролик, где дети боксируют друг с другом. Ваше мнение, стоит так воспитывать, не стоит так воспитывать? Вот посмотрите, пожалуйста. Можно, но, наверное, в пределах нормы все же таки. Борщить не надо с этим. С малых лет, мне кажется, лучше не делать этого, когда они сами решат, пускай они сами решают, куда пойти. Мне кажется, что приучать не стоит людей. Они потом вдруг жестокими вырастут, кто знает. Можно, если воспитание будет хорошее. Машину надо приучать все-таки. Не чтобы для находения, а для того, чтобы для самовыроны, и чтобы для защиты, чтобы из нее нормальная машина выросла. Все привлеченные эксперты сходятся во мнении, что детей необходимо приучать к спорту и здоровому образу жизни. Но это не должно переходить к грань дозволенного. Дети не должны стать как психологически, так и физически сломленными. Ведь эти травмы могут сказаться в будущей жизни. Единоборство всегда считали жестким видом спорта. Поэтому родителям и взрослым в первую очередь необходимо позаботиться о физическом здоровье и умственных способностях ребенка. Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Акция под названием «Квартира нуждающимся прошла в Дербенте». В Южном Дагестане подобная акция проводится впервые. Инициатива наделения жильем малоимущих семей шла от холдинга «Первый строительный». Расскажет Абдулла Алиев. «Квартиры для сирот» – так называется благотворительная акция, которая прошла в Дербенте. Спонсором акции выступила компания «Первый строительный холдинг». Двум дербентским семьям были вручены ключи от квартир. Насколько я знаю, на Уроза Байрам Магомедов рассказывал, что в Махачкале передали квартиры, две-три квартиры нуждающимся. Но в Южном Дагестане это первая акция, да. Семьи отбирались по определенным критериям, главным из которых было финансовое благополучие и состояние здоровья детей. Скажем, что квартиры сданы под ключ, и новые хозяева уже вскоре могут заселиться в новом жилье. Те семьи, которые сегодня отобраны, на самом деле, я думаю, что это два ребенка ДЦП. Этот отец, он 24 года на своей спине, тянет этого мальчика и девочка, 14 лет, тоже ДЦП болезнь. И вторая семья, там трое сирот, двое из которых тоже больные, один инвалид, другой с отсталым развитием. Поэтому мы считаем, что не только критерии именно полная сирота, а вот именно нуждающаяся семья была удостоена того, чтобы одни из первых они получили эти квартиры. Поддержали акцию и некоторые предприниматели Дербента, которые вручили денежные сертификаты счастливым обладателям квартир. На мероприятие были приглашены СМИ, представители городских властей и общественности. Информационную поддержку благотворительной акции также оказал Дербинский телеканал ТСД Южный Дагестан. Телеканал и ТСД Южный Дагестан, и ННТ, и вся наша деятельность телевизионная, так или иначе, мы всегда старались быть рядом с теми людьми, которые стараются принести пользу людям. И до тех пор, пока здесь, в Дагестане, либо в любом уголке земли, будет человек, который от нас просит помощи, и мы в состоянии помочь быть полезными людям, мы будем рядом и мы будем делать то, что в наших силах. Авдул Алиф, Хаджан Курбанов, телеканал ННТ, Дербент. Молодой программист Сагитав Сагитов на днях вернулся в Дагестан после стажировки в Кремниевой долине. Юноша выиграл поездку и стажировку на конкурсе стартапов Perry Innovation Challenge. Он проходил в мае этого года в Дербенте и оценивался лучшими бизнес-предпринимателями из-за рубежа. Как дагестанец осваивался и какие навыки получил, узнавала Ума Ибрагимова. Это будет выглядеть как нарезки из хакерских фильмов. Так Сагитав пытается заинтересовать младшего брата Саида некоторыми хитростями программистов. Ведь и сам юноша улегся этим занятием не так давно. Ровно два года назад Сагитав решил впервые создать свое приложение на детском хакатоне, после чего понял, что нашел свое призвание. Отличительная особенность программистов в том, что у них хобби тоже программирование. Потому что они на работе программируют, а потом свободное от работы время тоже программируют. Честно говоря, у меня точно так же. После первого удачного опыта Сагитав представил игру собственной разработки Serow. Особенность ее в том, что графика создается компьютером, а не художниками. Полная версия приложения Serow пока на стадии завершения. Ну а пока мы можем посмотреть пробный вариант. В левой части есть джойстик, который управляет ядром. При столкновении с каким-либо барьером он проигрывает. И начинаем игру заново. В Кремниевой долине Сагитав находился месяц. Стажировка удалась, говорит юноша, но оставаться и дальше за рубежом желания нет. Там хорошо работать, а на родине жить с улыбкой, рассказывает Сагитав. Это называется work and travel, то есть туда ездить там, допустим, раз в год или раз в полгода. Работать там какое-то время, потом приезжать обратно. Ну, не знаю, может быть, это мне просто кажется, но мне как-то здесь более комфортно. Все время стажировки Сагитав находился в игровой студии, где и осваивал новые для себя навыки. Привыкнуть к коллегам было непросто, но если поначалу некоторые привычки программистов за рубежом казались ему странными, то со временем Сагитав к ним привык. В работе они используют только мессенджеры, то есть они практически в офисе между собой не общаются, то есть могут сидеть два человека рядом и между собой говорить в мессенджере. То есть это тоже было немножко странно для меня. Поддержали юношу как в семье, так и в бизнес-инкубаторе и переинновации. Раиса Дедуева руководит программами, которые направлены на поддержание стартапов. Рассказывает, что идеи и приложения Сагитава изначально вызвали широкий интерес. Организация готова поддержать любые интересные предложения. Командам на ранних стадиях трудно развиваться, потому что они не знакомы с методологией, они не знают, как дальше его продвигать, что должно быть следующим шагом. И тут мы являемся для них небольшим ориентиром, который показывает, какие есть возможности и в каком направлении можно двигаться. На двух созданных приложениях Сагитав останавливаться не планируют и уже готовятся к следующему хакатону. Ума Ибрагимова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкало. Курс валюты на пятницу. Доллар 58,22 рубля и евро 69,26 рубля. Все новости вы можете увидеть на нашем сайте ННТ-ТВ. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова